Здравствуйте! Вы находитесь на передаче «Мир Женщины». Ваше оделажа, я, ваш ведущий и Олга Копенко, госпередача. Олга, добрый день. Добрый день, пожалуйста. Вы нам уже сказали, как 10 лет вперед Бог проговорил, и вы, конечно, не смогли это поверить. Но все равно, как это случилось, что вы сегодня являетесь пастором? Ну, вы знаете, вот когда мне Бог проговорил, я уже говорила, я об этом, конечно, забыла. Но когда написано, что дары и призвания Божьи, они непреложны. И когда приходит время, Бог создает ситуации, обстоятельства, и тебя отделяет как бы для себя. И ты это чувствуешь, что ты уже, ну, не как все, ты принадлежишь только Ему. Он всеми ситуациями показывает, вот влечет к тебе, к себе, влечет на глубину отношений, личных взаимоотношений. И в этих отношениях они становятся, ну, очень важными, ценными для тебя, ценнее всего, что вокруг твоей жизни происходит. И вот так Бог меня через Слово, через Откровение, через обетование Слова Божьего, он, я почувствовала это избрание и призвание. Он начал, положил мне на сердце, по ночам я начала молиться за наш город Борисполь. И я понимаю, что это не я, у меня никогда как бы такого переживания не было. Я понимаю, что это мое сердце открыло Господь и положил туда, как печать, свои желания, вот, свою судьбу, свои намерения для этого города. И вот эти ночные мои молитвы, которые у меня были непонятны, ну, я просто плакала. Я думаю, может, это я женщина, потому что я женщина. Может, потому что, ну, я не знаю, но, Бог, вот эти судьбы, вот эти окна, в которых ночью горел свет, я за них молилась. Я понимала, что там мало радости, если ночью горит свет, может, там горе, может, там печаль, может, там проблемы и слезы. И Бог вот положил мне этот, ну, город в мое сердце, да. Вы знаете, вообще моя такая судьба, она очень интересная. Я понимаю, что призвания, они идут с детства, с юности. И когда мне было 17 лет, я ездила в техникум на учебу, я проезжала через город Борисполь в автобусе, ну, в маршрутке, да. И вот когда я смотрела в окно, я как сейчас помню, вот то, что мне было положено на сердце, вот я бы жила в этом городе. А потом я говорю сама себе, я буду жить в этом городе. Это было в 17 лет, я не могу это забыть, это сверхъестественно. Но потом ты все это забываешь, но когда вот Бог начинает тебя ложить на сердце, тех людей ты вспоминаешь то, что это есть печать Божья. Начинает соединить все точки, нити для того, чтобы ты вошел в ту судьбу, в то призвание и был нужным для этих людей, в их жизни. У Стива Жоба была речь. Стив Жоб – это основатель компании ГЭП, он недавно умер, к сожалению. И ушел из жизни великий человек. Но у него была речь, где он описал разные инциденты в его жизни. И в этой речи он говорит, как нитка, а точки. Вы слышали эту речь? Нет. Я заключительные слова только слышала. И он говорит, как точки в своей жизни. Ты не можешь их соединить в начале, но только в конце, смотря назад, глядя назад, ты начинаешь понимать, почему какие-то вещи произошли в своей жизни. Потому что есть Бог, который ведет тебя до определенной точки, до определенной цели. Потом он знает, что делать. Спасибо вам, что вы ввели с нами сегодня. Мы продолжим слога Карпенко на следующей передаче. Субтитры создавал DimaTorzok